Я сейчас всю информацию, которую услышала, и смотрю на лица каждого из присутствующих, в основной массе предпринимателей, это похоже на то, что мы все время были овцами, а тут раз нам говорят, вы не овцы, вы волки, и мы такие, да ладно. Ну то есть сейчас я и, наверное, каждый из вас говорят, а что же делать все-таки? Ну то есть люди слушают, но мы слушаем, мы понимаем, и многие ваши видеоролики и ваши лекции слушали и до этого, но все-таки нет понимания целостного, а что же делать все-таки мне? То есть понятно, что есть много частных случаев, которые отличаются, ну как, не похоже на другие, но есть, вот как вы говорите, масса мелких предпринимателей, средних, которые, у них случаи одинаковые, там 99% похожи, как у Виталика, у Жени, независимо от права собственности, у них есть дело, и должен быть алгоритм какой-то одинаковый, да, то есть для 7 тысяч предпринимателей, там, мафов, которых снес Кличко вот за эти два года, то есть представьте, что вы там выходите на Шустерлайф, да, у вас там есть полчаса, и что делать этим 7 тысячам людям, вы можете объяснить, за полчаса они все, все вместе, да, и уже 5 минут, что они все вместе пойдут и завтра одновременно могут вот этими позывами решить свою проблему одним махом, да, вот есть такое? Как лучше, одним пакетом или разделенно по каждому? Нет, 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 и мне дадите слово, вы не потом скажете. Доброе. Значит, потерпелый – это каждый гражданин по каждому автомобилю. Если у него есть, его две, два, там четыре, да, но у него есть отдельные факты на разные дни, то это нужно отдельные проведения криминальные порушиватели. Значит, я, честно кажучи, знаете, вот это у меня вопрос, что делать? Вот я вам еще раз повторю, я не знаю, че я, может, на русскую мову перейти, чтобы зрозумели, значит, еще раз подаем заявку про злочину, вы ее подали, отримуем талон поведомления, вы его отримали, не вносять в регистр, пишете заяву на датный витяг, они вам пишут, відмовляйте, после того, как вы отмолите, все, что я сейчас говорю, на шаблоне есть, просто треба взяти на флешку, их и все, заполните назву полиції, своє прізвище, номер, жену за талончиком и звернутися. Все это есть алгоритм, мы вам все это дамо. Значит, обратитесь на датный витяг и ознайомитесь, надают, что не внесли, ознайомитесь, фотографируйте всю справу, значит, не внесли в регистр до суду, вы это уже сделали, скарга, вносится в регистр, то бажано брати в нас скаргу, потому что, если кто-то из юристов написал статю, которая им очень подходит, а там меньше ответственность, то, может, они договорились, а у нас скарга така 100%, чего? Потому что, когда вы пишете заяву про заключение, никогда в жизни не пишите заяву про криминальное правопорушение. До сих пор еще есть адвокаты и юристи, которые думают, что нужно с новым криминальным процессуальным кодексом писать заяву про криминальное правопорушение. Довожу до вашего відома, что у нас есть законодательство, только которое квалификает злочин, это Криминальный кодекс Украины. Закона про криминальное правопорушение до сих пор не принята, поэтому, когда вы пишете заяву про криминальное правопорушение, как я у вас там в листочке побачила, что вы пишете правопорушение, это слово не можно употреблять. Чего? Потому что они на него съезжают, раз не имеют квалификации, значит можно отмолить. И все. То есть всегда писать заяву про злочину у вас есть, шаблончик вы можете его взять, оскарживать до суду, как заяву про злочину по статье 214 КПК, а заяву, это односторонняя действия, если вы подаете заяву про злочину, то сразу вносится в регистр, и тому через суд, у нас такого еще раз не было, чтобы нам отмолили, а когда один раз отмолили в Северодонецке, это у нас было по такой справе, что дитина у нас в лекарне померла, даже это отмолили вносить в регистр, и судья взял нам по безпределу отмолву. Мы взяли и оскаржили, как Коля сегодня рассказывал, мы взяли, что это не оскаржится, чтобы у нас было регистр, решение суду, что не оскарживается, и чтобы судью додать до того злочину, который уже сделали медики, следы и все другие, когда мы подали все эти заявки про злочин, медики, следы, судья, который принял решение остаточное, которое не оскарживается, а дитина померла в лекарне, то они сразу внесли в регистр, и с того момента мы перестали отримать отмолву. Одна была и остальная. То есть, если вам один раз отмолили по скарзе, то мы ее докладываем судью, и, как правило, после этого начинается кированный простор. Судья приймає на вашу користь. Далее, вносите в регистр. Решение выносят на вашу користь. Через 2-3 дней запитуйте, если вы внесли в регистр, вы получите витяг, смотрите внимательно, кто там заявник в том витяге. Если суд, то заставляете выправить, чтобы заявник был тот, кто писал, потому что это обязательно. Потому что если вас не будет заявником, то вас выключат святком. А потом еще и подозреваемым запитом. А заявника уже, человек, который написал заявку про злочин, никогда не переквалифицирует подозреваемым. И заявник, он даже мает право на допыти не ходить. Чего? Потому что вважается, что он все написал в своей заявке, что нужно. Еще одно. Если вас вызывают, начинают по вашей заявке про злочин, обовязково, смотрите в якости, кого вас вызывают. Если святка не ходит, заставляйте, чтобы написали в якости заявника. Значит, когда я напишу в якости заявника, мы дальше расскажем алгоритм. У нас тоже есть документы, но пока что я не буду этого говорить. Потому что если вы будете идти, то мы вас будем сопровождывать. Мы вам будем давать эти документы. Дали это, пішов, заарестрував. И так далее. А потом следуем, как они проводят следствия. Это вам Коля прямо тут, в Киеве покаже. Розкаже, как контролировать, как проводится следствие. А потом написать цивильный позор и покласти, додати до материального криминального проведения. Про шкоду нанесу на вам збитки, моральну шкоду и так далее. А шкоду включить? Ну, как же это нужно подтверждить? Ну, можно. Обязательно. Любая шкода? Ну, так. Ну, я вас послушаю. Ну, я вас послушаю. Как, ну, я, мы уже.